89-й год, конечно, это может быть тривиально, я скажу, это судьбоносный год. И для судьбы бывшего союза и для судьбы союзных республик тут как раз требования демократии, там свобода слова, все вот эти политические заявления, которые исходили от людей, они уже были подняты на очень высокий уровень. К тому же хороший импульс в этом вопросе был получен первым съездом народных депутатов СССР, когда появились яркие ораторы, которые как раз идеи рыночной экономики стали впервые произносить и которые за свободу слова, за демократические права. И там, кстати, Мурседан Абиша Назарбаев на этом сезоне выступил, и он как раз очень, так как бы сказать, обоснованно показал, в каком положении, в бесправном практически положении находится СССР, в частности Казахстан. И как раз вопрос о том, чтобы обновить союз каким-то образом нужно, и главное при этом обновлении дать республикам действительный суверенитет, который прописан был в Конституции. В Конституции в того времени суверенитет прописан был, записано было, что союзные республики являются суверенным государством, но фактически его не было, и этих суверенных прав не было. Достаточно сказать, что если юрисдикция Казахстана, то есть республика Казахстан распространялась только, как бы точнее выразиться, на 10% территории, остальное было введение союзных органов. В соответствии, потенциал экономический тоже был введение союзных органов. Суверенные права ограничились только тем, что решить надо, где баню построить, где дом быта поставить. Все вопросы решались в центре. И в этих условиях, записанные в Конституции и в Казахстанской ССР, многие такие формально красиво звучащие демократические права, они на деле были фикцией. И в связи с этим, конечно, заслуживает особого внимания закон, который внес изменения в Конституции Республики Казахстана с 1978 года. Этот закон был принят 29 сентября 1989 года. Тут попутно отмечу, что вообще принятие поправок нашей Конституции, советские, это было делом крайне редким. Там меняли либо Конституцию целым, но чтобы по ходу вносили изменения дополнительных, такого не было. И к чести нашего Верховного Совета того времени, должен сказать, что такой закон был принят. Этим законом вносились очень принципиальные изменения в Конституции 1978 года. И эти же изменения практически начали менять политический облик Казахстана. Они в основном касались роли представительных органов, то есть Верховного Совета и Местных Советов. Но если это касалось представительных органов, но по системе власти Советского периода мы знаем, что представительные органы уже внутри себя имели свои исполнительные органы. Как мы сейчас именуем исполнительная власть, представительная и исполнительная власть, она была слитной. И поэтому нужно полагать, что вот эти изменения касались всего государственного механизма в целом. И здесь теперь, конечно, революционных изменений в 89-м году еще ожидать было нельзя. И поэтому некоторые изменения носят противоречивый характер, но основная часть изменений показывает, что Казахстан, по крайней мере, нащупывает пути к своему суверенному развитию. А для этого нужна конституционная основа. Вот эту конституционную основу решили создать. И здесь самое главное. И опять же, в порядке расширения демократии по представлению того времени, ну, одним из таких широких, ярких показателей демократии в политическом сознании всех представлялся референдум. Ну, здесь попутно замечу, что плебисциты и референдум, их смешивать нельзя. Плебисциты – это общенародно обсуждение какого-то проблемы. А референдум – это принятие решений по какой-то проблеме. И вот здесь, в статье 80-й, уже было предусмотрено, что Верховный Совет и, что интересно, местные советы имеют право проводить референдум. Это же вообще для закрытой советской системы – это очень крупное достижение по тем временам. Конечно, референдум на уровне областей и районов он не проводился, но референдум на уровне республики, в конце концов, провели же в 95-м году. Теперь, здесь же впервые было указано положение о высшем должностном лице республики. Но это был еще не президент. В то время о президенте говорить еще никто не осмеливался. Высшим должностным лицом являлся председатель Верховного Совета. И вообще, любой поправ к Конституции можно находить рациональное объяснение. Все понимали, что переговоры теперь уже с Союзным Центром, между Союзными Республиками, между собой, по-грейзонтальными, и Союзным Центром, они предстоят. Уже время показывало, что дело к этому идет. И в это время нужен был полномочный представитель Союзных Республик, который мог бы Республик представлять во время этих переговоров. Решать любой вопрос сам по своей инициативе к представителю Верховного Совета не вправе был. Он был все-навсего руководителем представительного органа и был связан с мнением депутатов. Он ничего от себя не внести, не предложить не мог. А вот это положение его уже давало какую-то свободную маневру во время вот этих переговоров, в основном касающихся связи Казахстана с Союзом. Союз еще сохранялся, его еще никто не отменял. Но в этих рамках нужно было какие-то переговоры проводить. И это, я считаю, очень принципиальным положением. Это мало замеченный нюанс, конечно, но на самом деле это нужно было сделать. Теперь был введен институт комитета Конституционного надзора. Верховный Совет принимает законы, в то время как на подпись, как приняли закон, представитель Верховного Совета подписывает. И уже такой инстанции, как президенты, где закон мог бы быть не подписан, возвращен на доработку, такого не было. И поэтому идея вот этого комитета Конституционного надзора, она витала в воздухе. В итоге почти во всех Союзных республиках, включая Россию, этот комитет был создан. У нас тоже был предусмотрен создание этого комитета, и он был создан. Теперь, ну, один очень принципиальный момент, который действительно сыграл и обсылал в истории Казахстана, очень важную роль, это было то, что было в раздел избирательной системы, практически этот раздел старой Конституции был заново переписан. И здесь самое главное является, что? Ну, раньше там мажоритарная система по кругам и так далее. Такая практика сложилась, но мы это прекрасно знаем, нам даже аргумент приводить не надо. Мы из своей жизни знаем, когда объявляются выборы, спешно создается избирательная комиссия, создаются округа, и по этим округам теперь начинается выдвижение кандидатов и голосование. Но вот с этого момента, когда начинается выдвижение, в дело активно, явно или скрытой форме включается компартия со своими комитетами на местах. Ни одна кандидатура не выдвигается без тайного или, скажем, ну, неявного согласования с комитетом. Они определяют, кто должен быть. Они же потом добиваются того, чтобы они были избраны через влияние на избирательные комиссии и так далее. И вопроса об альтернативных кандидатурах такого не было. Бывали случаи по кругам альтернативы. Но эти альтернативы были такие. Скажем, если выборы идут в Верховный Совет СССР, кандидатура генерального секретаря, ну, обязательно, возьмем последнюю, Брежнева, обязательно фигурует во всех избирательных округах, как будто народ его выдвинул. И рядом с ним кандидатура рабочего, там, землепашца, учителя. И вот идет. То же самое ситуация была у нас в Казахстане. Там у нас кандидатура Кунаева. Первый секретарь, он во всех, по всем избирательным округам, народ единодушно, радостно выделял его кандидатуру. Но интересная ситуация в том, что как только дело доходило до выборов, эти оба секретаря партии, и Брежнев, и Кунаев, от души поблагодарив всех избирателей, которые оказали им доверие, выдвинули, снимали свои кандидатуры. И таким образом он снимал везде, Брежнев снимал свою кандидатуру, за исключением Бауменского избирательного округа города Москвы. Там крова у него никого не было. В Казахстане такая ситуация под копирку проводилась, но Дмитрий Мохаммед Ахмедович везде кандидатуру снимал, но он оставлял только за исключением Баканадского избирательного округа. Этот округ за ним был забит, и он, сколько бы раз выбор не проводилось, по Баканадскому избирательному округу, он выдвигался один, и в итоге один не проходил. Вот такая насмешка, это карикатура, я издеваюсь над здравым смыслом. Сейчас я так возмещаюсь публично, но в то время тоже многие так же возмущались, но не перед телекамерой. Ну, ситуация понятная была. Но это возмущение-то было. И поэтому, когда в этой поправке ст. 90 закона от 1989 года было указано, что выдвигают общественные организации, трудовые коллективы и так далее, и так далее, но самое главное, что в общественных организациях выборы идут не по кругам. В общественных организациях, ну, это союз, то есть творческие союзы, потом союз ветеранов, объединение женщин, союз юристов, союз ученых в виде академии, и так далее, в них кандидаты избирались, минуя округа и республиканскими органами этих организаций. И тут уже Компартия, конечно, если сильно захотеть, то могла бы и там условия свои, так сказать, навязать. Но здесь уже ситуация была не та. Везде вмешиваются. По округам они, конечно, вмешивались, но в этих структурах уже они вмешиваться не могли. Таким образом, хотя диктат Компартии полностью не был преодолен, но все-таки в какой-то мере потеснили Компартию. И причем из 340, кажется, мест для вот таких депутатов выделялось 90 мест. Это очень солидная цифра. Правда, некоторые наиболее открытые оппозиционеры этого режима, они и против этого выступали. Говорят, что да, вот это там келейные выборы. Собрались ученые в Академию наук, там из своей среды забирают и так далее. Но здесь благодаря этому, 90 человек все-таки потом было избрано, благодаря этому качественно изменился состав Верховного Совета. Интеллектуальный потенциал возрос. Ну и потом по многим общественным объединениям прошли те люди с оппозиционными настроениями. Они через эти организации могли пройти. Ну, многие прошли еще и по округам, но тем не менее, вот это в смысле, так сказать, разрушения, что ли, или в случае для деформации вот этой бетонной стены партийного диктата, вот эта поправка к концу сыграла очень большую роль. Поименно могу назвать, что депутатами тогда прошли от Академии наук. Сал Зиманов, Козыбаев, академики, Сабденов прошел. Причем, на самом деле, они не с первого раза прошли, там два тура голосования делали. Абдель Днежабайхан Марагович прошел от общества охранной памятки истории культуры. Сартаев Султан Савденович прошел от Союза юристов и так далее. И, ну, все эти люди же потом в итоге стали заметны. Может быть, как ученые их знал малый круг людей, только ученые, а тут они вышли на политическую арену и стали известны всей республике. И таким образом свобода мысли, интеллектуальный потенциал Верховного Совета, особенно 12-го созыва, он был очень существенно поднят благодаря вот этой поправке. И уже дальше они пытались определить политический облик Казахстана. Как раз на их долю выпало принятие судьбоносных решений Декларации о государственном суверенитете, Закон о государственной независимости, а до этого Закон о вычеречении поста президента. Это законы, которые практически определили будущее Казахстана. Именно к этим поправкам к институции отношусь крайне благовейно. Это было начало. Потом уже, конечно, принимались правовые акты, может быть, и более такого весомого исторического значения, но это было начало. Начинать, что это нужно было с чего-то. По закону языка. А, по закону языка. Хочу вот что сказать, что тоже, может быть, мало кто на это обратил внимание. Как раз здесь статья 70-й этого же закона, ну, это статья Конституции, уже в новой нумерации, которую дают, было впервые установлено, что государственным языком является казахский, а русский язык является языком межнационального общения. И вот это, так сказать, заданный алгоритм в то время, он все-таки потом воплотился в законе о языках. И дальше, потом ведь нужно иметь в виду, любой законодательный акт, кроме своего регулятивного значения, он имеет большое идеологическое значение. даже может норма не действовать, но если об этой норме знают, постепенно эта норма внедряется в сознание. Потом люди потом говорят, а почему это я так сделал? Потому что уже до этого эта норма была. Тут немножко отступлю от этого. Например, в 17-м году по Казахстану прокатилась волна съездов областей. в 17-м году. Да, да, областные. Семьополадинский. Да, вот областные съезды. Там Уральский, Тургайский и так далее. И на этих съездах принимались решения об автономизации областей в составе России, чтобы эти области были автономные. Потом уже на этой волне всеказахский съезд тоже принял об автономии Казахстана. Потом даже пошли дальше, стали что в этом в программе в программе партии Алаш там не точно переведено, там было записано пока нам нужно объединиться с дружественными народами в составе РССР. Но если этого не получится, тогда мы будем по пути создания самостоятельного государства. Идея была когда заложена? И вот эта идея трансформируясь приводит потом к таким результатам. И я не потому, что юрист так рьяно за вот это и дело и содержание правовых норм говорю, потому что это факт. Поэтому люди чем больше знают законы, вникают в содержание, тем самым один из каналов и дело есть воздействия на людей, и дело есть законы. И вот этот закон о языках мало кто видимо и помнит, что не будь этой конституции, там могли бы сказать, с чего-то вдруг мы принимаем закон о языках. В принципе, таки было же, были бурные дебаты по поводу этого закона о статусе языка. Да, это уже по содержанию. Формально могли бы сказать, почему этот закон мы принимаем. А тут прямо ссылка принимаем, потому что конституции предусмотрен именно такой статус языков государственный и международный. А в конституции он стал благодаря этой поправке, да? Да, да, да. Конституция благодаря вот этой поправке. Ну вот вообще вопрос вот этот. И, да, вот тут правда вместе с тем конституция, конечно, ну эти поправки не могли полностью изменить. Вместе с тем все-таки вот эта единая советская власть с вертикально выстроенной системой органов она сохранялась и даже больше статьи 82 еще лище нас, хотя и в прежней редакции это было, но чуть-чуть с изменениями, 82 статьи еще раз это было подчеркнуто, что государственная власть снизу доверху принадлежит советам и их исполнительным органам. Таким образом тут разделение властей ничего-то вообще не допускалось. И потом был, конечно, на первый взгляд абсурдный момент, но его тоже можно объяснить, что любой гражданин Казахской ССР одновременно может быть депутатом не более двух советов. Засчитаю это статья 85-я. Казалось бы, на первый взгляд нелогичное. Как могут быть депутатом Верховного Совета и одновременно депутатом районного или сельского Совета. И вот это с точки зрения иерархии государственной власти, это, конечно, нонсенс. Так быть не должно. Это явные противоречия. Но с точки зрения такой суровой политической необходимости того времени, вот такую формулировку можно объяснить. Но это не значит, что можно оправдать. Объяснить можно, потому что в это бурное время в формировании там уже влияние уличных митингов уже стало очень сильным. И, видимо, опасались, что во время формирования местных органов, особенно районных областных, может пойти немножко на волне популизма могут прийти люди, которых уже Компартия не сможет осеять. Еще, правда, закона об ограничении полномочий Компартии еще не было, но, тем не менее, все понимали, что дело к этому шло. Сколько людей добровольных из партии к этому времени вышло. И поэтому, чтобы каким-то образом подстраховаться, решили, видимо, чтобы проверенные люди, ну, сидит он в области пусть одновременно где-нибудь в районном совете тоже депутатом будет. И, таким образом, те депутаты, которые оказывались в двух советах, тем более, разного уровня, они оказывались, конечно, в очень щекотливом положении. Решение, принято нежестоящим уровнем советов, за которые он голосовал. Например, высшестоящий уровень мог отменить. Как тогда ему быть? А такие депутаты были? Да, голосовать за это. Ну, это в основном были депутаты высшего высших органов, которые, может быть, никогда на свидание не приезжали, на связи не приезжали. Тем более, по конституции там допускалось избрание депутатами работников, то есть служащих исполнительных органов. И они беспрепятственно могли быть избраны. Ну, это все просекает из той логики советов, когда совет является одновременно принимающей законы и их исполняющей корпорации. Это по формировке Ленина. И поэтому в этом считалось ничего зазорного нет, только единственное было там условие, чтобы чиновник, который избираетесь депутатом этого областного совета, по роду какого-то уровня совета, по роду своей деятельности не был непосредственно подчинен этому совету. Или, короче говоря, секретарь райисполкома не мог быть депутатом этого же райсовета. А во всем остальном вот это единство власти везде проходит. Ну, ожидать то время такого резкого слома было нельзя, потому что ведь вообще к пониманию республики, тем более президентской республики, это же все позже к этому пришли же. и тем более даже среди ученых, ученые могли буржуазный опыт обобщать, но и то только с критической позиции. Вот у них так власть выстроена, разделение власти, это плохо, почему власть делится, единая государственная власть, и поэтому весь этот буржуазный опыт не воспринимался. А свои суждения базировались, опять же, не на тонком теоретическом анализе, они базировались на марсидско-ленинских лозунгах, даже не их теоретическом положении. И поэтому тот застой в общественных науках, о котором говорили в конце как раз этих 80-х годов, он как раз к этому привел, что общество было не готово быстро смоделировать контуры будущей государственности. Хорошо. Так, и такой вопрос о движении Невадо-Семипалкинска. Это движение возникло в рамках закона? Вообще закон об общественных организациях вышел позже, да, нет, если здесь даже тот закон об общественных объединений, который сейчас здесь, может, он позже вышел, сейчас я точно боюсь сказать, но создание общественных объединений, общественных организаций было предусмотрено всеми предыдущими конституциями. Поэтому само рождение этого движения, которое потом оформилось в организацию, в объединение общественное, тут ничего незаконного нету, хоть по любым конституциям. Того переведали, этого переведали. Другое дело, что само это движение дало импульс тому, чтобы от этого груза ядерного освободиться, потому что имеет такой полигон республика постоянно находится под прицелом более могущественных государств, потому что раз там полигон, там почему же нельзя, если еще можно запуск военных ракет проводить. И потом я служил в ракетном военном стратегическом назначении, знаю, что ракетный поиск СССР проходил от Прибалтийских республик, Белоруссия, Украина, Астраханская область, и вот как раз центральный Казахстан, где мы сейчас находимся, и туда выходил за Байкали. Вот это был ракетный поиск. В чем смысл этого ракетного пояса? Его смысл был в том, чтобы первым принять на себя ракетный удар противника. Если я не думаю, что это для всех был секрет, точно так же, как мы знали ракетный пояс Америки, где проходит, точно так же они знали. Задача в этом процессе противостояния была задача либо упреждающий удар, если достоверно данное, что сейчас будет пуск, или удар последующий, чтобы эту стартовую площадку нельзя было второй раз использовать. и таким образом союзные органы это сознательно, несознательно сделал, я не знаю, ракетному обстрелу подвергались союзные республики, но Россия оставалась вне зоны достигаемости от ударов. Она не страдала, да? Да, вот какое дело. И поэтому то, что был полигон закрыт, вслед за этим тут и Россия инициативу проявлялась, что они отсюда свое вооружение ракетное забирают, это было Казахстану на руку, потому что даже содержать вот эти ракетные комплексы это огромные деньги, да и плюс Казахстану, у которого военная доктрина строится на оборонительной позиции, это было ни к чему. Тут, я думаю, это я так логически к этому подхожу, но я думаю, что у активистов движения ВАЗ-7 Палатинск этот вопрос для них, наверное, был второстепенным. Для них был главным вопрос предотвратить то ли освободить от бедствий и лишений людей, которые проживают на этом вблизи этого полигона. Вот что для них главное было. Прекращая испытания, тем самым они создавали безопасный слой для их проживания. Вот этот второй момент, так сказать, второй шланг этого вопроса, ими предусматриваться или нет, я сказать не могу, хотя стратегически они не могли это не иметь в виду. Был президент, по крайней мере, когда он поддержал это движение, вот это имел в виду, поскольку он сюда подходил не только с точки зрения безопасности, но и с экономической точки зрения. Я примерно представляю, какие суммы выливаются в содержание вот этих. Даже сама ликвидация этих, когда оборудование все вывезли, ликвидация вот этих шахт, которые размещались, эти ракеты стратегического назначения, это тоже потребовало огромных вложений. По соображениям может быть военной тайной, секретности в этом, ну, люди мало знают, но на самом деле это действительно так. так.